На термометре плюсовая температура и вместо крещенских морозов мокрый снег с дождем. Погода в середине января удивляет. И по прогнозу синоптиков такая картина сохранится до выходных. Как погодные условия могут повлиять на проведение одного из главных ритуалов крещенских праздников – купания в Иордании, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. В ночь с 18 на 19 января весь православный мир отмечает особенный праздник – Крещение Господне. Считается, что в этот день вода обретает целительные свойства, и тот, кто окунается в прорубь на Крещение, очищается от грехов и получает крепкое здоровье на весь год. Но в этом году погода особенно капризна. Ожидаем ежедневно небольшие осадки в виде морозов, дождя, мокрого снега, снега. И температура воздуха будет ночью 0,5, а днем от минус 3 до плюс 2. Толщина ледяного покрова на Чебоксарском водохранилище, вот именно в пунктах нашего наблюдения, составляет 20-25 сантиметров, на реке Сура – до 32-37 сантиметров. Тонкий лед тоже добавляет хлопот. Более 70 мест для проведения крещенских мероприятий – это церкви, монастыри, святые источники, бассейнах. Основная задача по выполнению мероприятий по безопасности людей на водных объектах – это будет пропускной режим. Структурные подразделения МВД по Чебоксарской республике готовятся и будут готовы к тому, чтобы организовать по периметру данной территории пропускной режим и дозированно пропускать желающих искупаться именно к купелям. Пропускной режим нужен для того, чтобы не допустить массового скопления людей на льду. А так в правилах поведения ничего не меняется. С опыта прошлых лет люди в состоянии алкогольного опьянения сюда не допускаются, уже в пунктах пропуска. Это раз. Во-вторых, готовиться надо уже заранее, выходя из дома. Многие с собой приносят термосы с чаем, настойки из трав горячие. В Чебоксарах около Свято-Троицкого монастыря готовы четыре проруби. Их размер минимум 12 квадратных метров. Чтобы в купеле могли находиться одновременно несколько человек. Также оборудуют деревянные настилы, если сверху льда вдруг появится вода. В каждом пункте будут дежурить спасатели, врачи и сотрудники полиции. Купаться или нет – дело, конечно, добровольное. Однозначно не рекомендуется нырять в ледяную прорубь с головой тем, кто имеет проблемы со здоровьем. Если вы все же решились окунуться, к этому надо как следует подготовиться. Будьте здоровы! Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.